Спасибо большое, господин президент. По вопросу направления дополнительных объёмов газа в Европу. Вы уже говорили о газовом кризисе в Европе, однако иногда это вызывает недоумение. Иногда российские представители говорят, что есть дополнительные объёмы, которые могут быть направлены, если будет открыт Северный поток-2. А иногда говорится о том, что вообще нет дополнительного газа, который мог бы быть направлен в Европу. Я хотел бы попросить вас, возможно, вы могли бы уточнить, есть ли дополнительные объёмы газа, которые Россия могла бы направить в Европу, если откроется Северный поток-2. Или такого газа дополнительного нет? Ну, честно вам скажу, мне как-то даже странно слышать такие вопросы. Мне казалось, что я в ходе ответов на вопросы на Российской энергетической неделе в Москве всё сказал. Но, тем не менее, если они возникают, надо, конечно, на эту тему поговорить ещё. Значит, посмотрите, что происходит. Я, по-моему, вчера или позавчера на встрече с правительством говорил. Дело ведь не только в энергоносителях и в газе. Дело в состоянии мировой экономики. Вот в ведущих странах, экономически развитых странах мира, дефициты растут. Ну, те же Штаты возьмите. Очередное решение было недавно принято по повышению государственного долга. Ну, для тех людей, которые экономикой не занимаются, я могу сказать, что такое решение о повышении государственного долга. Это ФРС напечатает деньги и даст в распоряжение правительство. Вот что такое. Это эмиссия. Значит, вот дефицит растёт, значит, инфляция растёт от эмиссии, то, что производная. Как производная от этого рост цен на энергоносители, на электроэнергию. Не наоборот. А именно вот такая последовательность. Но ситуация усугубляется ещё и реалиями на энергетическом рынке. Каковы эти реалии? Вот вы сейчас про Европу сказали. Ну, вот что в Европе? Я повторюсь в некоторых своих тезисах. Кое-что, может быть, вновь сейчас скажу, если вспомню. Значит, вся философия последних лет Еврокомиссии была направлена на регулирование рынка энергоносителей, в том числе газа, через биржу, через спот, так называемый. И нас убеждали в необходимости отказываться от так называемых долгосрочных контрактов, цены в которых привязаны к биржевым, кстати говоря, к рыночным котировкам на сырую нефть и на нефтепродукты. Кстати, говорят же, рыночные ценообразования, и поскольку цена на газ формируется с лагом в шесть месяцев после изменения цен на нефть, то это, во-первых, более стабильная ситуация, а во-вторых, через шесть месяцев. Это значит, что потребители и поставщики могут сориентироваться по ходу дела о том, что происходит на мировых рынках. Ну так вот, значит, всё начали сводить к споту. А на споте в значительной степени это не реальный газ, не физические объёмы, которые не увеличиваются, сейчас скажу ещё почему, а бумажный газ. На бумажке написано, а физических объёмов-то нет, они сокращаются. Итак, значит, холодная зима, подъём из ПХГ, то есть из подземных хранилищ газа, безветренное и жаркое лето, отсутствие ветряной генерации в должном объёме. Макроэкономические, я уже об этом упомянул причины, чисто отраслевые вот они. Дальше что происходит на европейском рынке? Во-первых, падающая добыча в газодобывающих странах. Добыча упала в Европе за первое полугодие на 22,5 миллиарда кубических метров. Первое. Второе. Не дозакачали 18,5 миллиарда кубических метров в газовые хранилища. 71% заканчивал. Не докачали 18,5 за первое полугодие. Если посмотреть на год вперёд, потребность, нужно умножить на 2. 9 миллиардов кубических метров американские, ну, прежде всего, американские, но и ближневосточные компании, 9 миллиардов, сняли с европейского рынка и перенаправили их в Латинскую Америку и в Азию. Кстати говоря, вот когда формулировали европейцы принципы, по которым должен формироваться рынок газа в Европе, и говорили о том, что всё на спот надо направлять, значит, они же ведь исходили из того, что это премиальный рынок. А европейский рынок премиальным не оказывается сегодня, понимаете? Он не премиальный в Латинскую Америку и в Азию. Вот я уже сказал, что, значит, 18,5 плюс на 2 умножить, минус 9 миллиардов, значит, недопоставка на европейский рынок американцами и с Ближнего Востока, так, плюс падающая добыча – 22 миллиарда с половиной. Дефицит на европейском рынке может составить около 70 миллиардов кубических метров. Это много. При чём здесь Россия-то? Это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии. Россия здесь вообще ни при чём. Вот Россия, в том числе Газпром, увеличила поставки на европейский рынок. Газпром в целом на 8,7%, а вообще так называемые дальние зарубежные на 12%, по-моему. Но когда мы говорим про дальние зарубежные, имеется в виду и Китай. Но это тоже на пользу мировому рынку, потому что мы увеличиваем поставку на европейский, на 8,7% увеличили. Значит, в абсолютных величинах это 11 с лишним миллиардов кубических метров газ. Американцы из Ближнего Востока недопоставили 9 миллиардов, а Газпром увеличил на один этот с лишним. Ну, у меня слышат хорошо всё или нет? Ну, не в этом зале я имею в виду, а так называемые заинтересованные лица. Вам сокращают кто-то там, а мы увеличиваем. Но это ещё не всё. Значит, сегодня по так называемым долгосрочным контрактам я внимательно прошу, чтобы вы сейчас услышали. Внимательно прошу вас слушать и хочу, чтобы вы услышали. Вот, значит, 1200-1150 долларов за тысячу кубов. Те европейские компании, которые получают от Газпрома газ по долгосрочным контрактам, получают его, внимание, в четыре раза дешевле. Не на какие-то проценты, в четыре раза. И Газпром сверхприбыли не получает. Мы не плачем по этому поводу, потому что мы заинтересованы в долгосрочных контрактах и в долгосрочных взаимных обязательствах. И тогда мы обеспечиваем возможность инвестирования в добычу и обеспечиваем необходимые объёмы для наших потребителей стабильно и надёжно. Возможно ли увеличение, вы спрашиваете? Да, возможно. Вот по Северному потоку-2, а первая труба Северного потока-2 заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнётся поставка – 17,5 миллиардов кубических метров. До конца текущего года, в декабре, в середине, в конце декабря будет завершена технологическая работа по заполнению газовой трубы, второй газовой трубы Северного потока-2. В общем объёме – это 55 миллиардов кубических метров. Если иметь в виду, что дефицит на европейском рынке по нашим подсчётам составит 70, но 55 – это прилично. Это прилично. Как только труба будет заполнена, вторая, и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнём поставки. Возможно это или нет, вы спросили? Да, возможно. Ну, нужно ответственно подходить к взаимным обязательствам и работать над этим. Кстати говоря, вот мы говорим «Северный поток-2», «Северный поток-2», «Газпром», «Газпром». Там пять европейских компаний, участники. Почему «Газпром-то» только? Вы что, подзабыли что ли? Пять европейских крупнейших компаний работают на этом направлении, в рамках этого проекта. Так что это не только интересы «Газпрома», это интересы наших партнёров и прежде всего, конечно, европейских. Спасибо. 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 Спасибо.